Альфа-Банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-Карту. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Приветствую всех, мы с вами в Москве, а это 1.9TDI, который очень даже едет. Но если вы вдруг испугались и подумали, что это СТ-3 на закиси, на впрыске метанола под 500 лошадиных сил, то вы ошиблись. Это, кстати, достаточно-таки околостоковый автомобиль, и этим он и интересен. То есть у меня ИБЦ на почти 500 лошадиных сил на закиси с лютым столбом дымом. Который очень быстро едет, но при этом она переднеприводная. Здесь у нас полный привод, второй Халдекс, непосредственно 1.9 АРЛ, 150 лошадиных сил с завода. И шитая машина сейчас где-то на 180 лошадиных сил. То есть впуск даже стандартный, но при этом выхлоп прямоточный. Соответственно, в дальнейшем эта машина будет дорабатываться до мощности далеко за 300. Ну, в принципе, это не сложно, да, ведь мы трактористы. Но в любом случае, вопрос в чем? Как она едет? Чем она интересна? Сколько она кушает? Как она в обслуживании каждый день? Потому что многие из вас, благодаря моим видосам из Беларуси и вообще белорусам в целом, привыкли к тому, что 1.9 нереально валят. Так вот вопрос. А как едет вот около обычный мотор, сделанный, настроенный, грубо говоря, в России? Вот это вот мне лично самому интересно. Что он может? Все-таки 180 сил, но вес где-то тонна 400. Плюс потери на полный привод, хоть это и Халдекс. Давайте попробуем старт с места. У нас есть ланч-контроль. Вообще эти ощущения все-таки обычная вроде тачка. Ну вот первая, вторая прикольно. Третья нормальная. Четвертая чую уже, что маловато. Хочется больше мощности. Пятая. Ну как бы едем, разгоняемся, но уже не так весело, как на 1-й, 2-й, 3-й, 6-я. По трассе зато удобно ездить. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Не просто выгодно, альфа выгодно. Что с ним можно сделать? Вот тут список будет, блин, реально бесконечный. И вы можете очень дешево, благодаря там буквально 2-3 тысячам долларов, сделать 260 сил легко на вообще фулл стоке всем, грубо говоря. Ну придется поменять турбину, поставить гибридную. Придется поставить систему охлаждения, сделать выхлоп. И по-моему поменять форсунки. Все. И вы поехали на 260 сил с нулевыми вложениями. Можно поступить следующим образом. Это поставить так же, как у меня усиленные H-образные шатуны. Еще более производительные форсунки. Ну и непосредственно, как бы так же, система охлаждения, выхлопа. Уже придется поставить впрыск водометанола без вариантов. Потому что придется остужать наш выхлоп, остужать нашу смесь. Так как бензина, точнее дизеля будет литься очень-очень много. И цена этого всего уже сильно вырастает. Ну то есть, грубо говоря, за 2 тысячи долларов, 2-3 тысячи долларов, вы делаете 260 сил. За непосредственно 5-6 тысяч долларов, вы делаете 430-440 сил. То есть, вот такая вот разница. И это все начинает быстро ехать. У нас в Питере есть такой Гольф. Он ехал стабильно чуть-чуть из 10 секунд 100-200. И низкие 4 секунды стабильно 0-100. На полном приводе также с Халдексом второго поколения. Это реально быстро. При этом он рвал привода часто. И бывали проблемы с коробкой. Соответственно, есть нюанс. Почему? Машина тяжелая. То есть, большая нагрузка на коробку идет легко за счет веса. Тонна 400. Это все-таки не так и мало. Потому что, если бы мы весили тонну, все бы было сильно лучше и быстрее. Если мы говорим просто обычный чип-тюнил, мы взяли, сняли блок управления, зашили, отправили его в Беларусь. Нам его прислали назад. Может, нам даже прислали программу. Мы купили программатор за 2500 рублей. Китайский МПСС В-12, по-моему, он называется. Я не помню. И все. Мы залились. Потратили буквально там 6000 за софт. И все. 180 сил. Как они едут? А давайте вот мы прямо сейчас сядем за рулитого автомобиля и попробуем проверить. Это Сузуки Свифт Спорт. 1.4 Турбо. 140 лошадиных сил. Стоковый автомобиль. А у него есть такой большой интересный бонус. Он весит меньше тонны. 970 килограмм. Но за счет этого он и едет очень даже прикольно. Поэтому сейчас прям будет интересно, получится Гольфу меня обогнать или нет. Потому как в целом эта машина едет наряду с 160-170 сильными автомобилями. Конечно, нет. Божественную Шкоду Октави на 180 силы она не обогонит. Потому что у Шкоды 100-200, если я не ошибаюсь, там край 26 секунд у самой Чахлой. А так и до 24 доходит. То здесь где-то все-таки под 30-ку будет. Но в любом случае прямо интересно будет сравнить. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Смотрите продолжение в следующей серии. Если мы говорим про поломку двигателя целиком, то двигатель целиком стоит 500 долларов в Белараши. Ну плюс привезти его сюда в Москву, но есть компании, которые это делают за 3 копейки, плюс доехать самому на чем-то можно, может кто-то из друзей привезет. Да, это не проблема. Если вдруг рвет коробку, рвет четвертую передачу обычно, она ломается. Я лично покупал коробку за 14 тысяч, я купил ее даже дорого, они стоят там по 10, по 9 тысяч рублей, то есть они вообще недорогие. Соответственно, какие-то другие расходники, это тоже копеечная история, ну кроме, понятное дело, что форсунок. Но форсунки на этих моторах ремонтируются, опять же, господа белорусы нам с этим помогают. А что будет, если вы по незнанке поедете починиться в Москве? Ну тут, как бы вы ни старались, выйдет реально дорого, потому что все-таки это ваг, хоть он и старый. Но смотрите, нам надо вскрыть двигатель, мы его вскрываем, пробега 300 тысяч. Мы видим, что клапана уже все, седла клапанов, все, направляющие, все, мы это все меняем. Мы меняем форсунки, мы непосредственно гильзуем его, да, мы это все собираем, ставим там, может обслуживаем как-то коленвал, что-то меняем на бушный, туда-сюда, 500 тысяч легко. Ну для понимания, эта машина, грубо говоря, стоит 1600. И соответственно, бахать 500 тысяч в мотор, ну это своеобразная история. Зато вы будете знать, что он с нулевым пробегом, он чисто ваш, он отъездит еще 300 тысяч. Так что тут уже выбор за каждым, но мне белорусы говорили, что Андрюха, если вдруг, не дай бог, у тебя бахнет мотор на всей той мощности, что мы туда насыпали, просто за 500 баксов возьмешь новый, перекинем шатуны и поедешь дальше. Ну я думаю, это правильное решение, но опять же, это не повседневная машина у меня, а я на ней, как бы, выезжаю периодически и зимой сейчас не езжу. Здесь машина исключительно повседневная. Скажу так, вот сейчас под выпадет снега, как вчера было, как было позавчера, и на ней будет ездить очень эмоционально и прикольно, потому что она, а, ставится боком, при этом, б, у нее нету сверх лишней мощности, из-за которой она будет сильно рыться и становиться неуправляемой. То есть, вы знаете, что ты на светофоре стоишь, ты такой хлоп и, в принципе, уехал. А было бы у тебя там за 300, ты бы хлоп и четырьмя роешь и без зацепа. Вот для зимы, самый прикол, а после зимы, да, конечно же, эта машина отправится на доработку. Машина будет дорабатываться, мощность будет увеличиваться, сколько ты хочешь сделать. 350 плюс. Ну, просто без закисти, правильно. Вал будет, коллектор будет. Вал коллектор, другая турбо, как у тебя, кстати. Ну, понятно. И метанол. И метанол, да. Вот сейчас современный турбосистемс, мы об этом говорили, что, к сожалению, качество турбин сильно ухудшилось. Олег гаркнул 4 турбина, нисходя с настройки. То есть, они просто начинают нормально дуть, все хорошо, только включают закись, все, турбина в щеке. При том, что у меня она держится на других машинах, на которых давно стали турбосистемс, они держатся. А вот именно новые, почему-то вот так парят голову. И, соответственно, у нас получается история такая, что, ну, вот, по-хорошему на ней надо без закиси. Мы посмотрим, что такое 1.9, да, и в около стоки. Я вам скажу, это гораздо веселее, там, какой-нибудь, там, стандартный приор, или чего-нибудь такого, или просто там, современного рапида на моторе, там, 1.4 турбо. Но, в любом случае, вот, он прям просит сделать вот тот тюнинг, который недорого, и на 260 сил. Он прям просит, он, он, я просто ездил. Я понимаю, о чем я это, вообще разные машины будут. И вот там будет именно офигенная сбалансированная тачка, задешево, без лишних всяких впрысках, в чего бы то ни было, вы будете ездить просто на обычной солярий, и не будет горы дыма, как есть у меня. Вот, на 430 будет очень много дыма, но, опять же, можно будет уменьшать мощность. А так получается вообще кайфово ездишь, классно, и гибрид дешевый в Беларуси его делают. Поэтому, в принципе, все реально, все возможно. А если вдруг интересует тюнинг 1.9, тогда пишите, обращайтесь. То есть, мы сейчас Питере начинаем потихонечку продвигать эти старые темы, да, благодаря вот это гараж. Ну и так же Минск, вот это гараж вас ждет. Ид машин там летом окажется. Посмотрим. И моя, кстати, зимой там окажется, у меня там есть планы по доработкам, надо кое-что поменять, переделать, чтобы зимой все сделать. А летом выехать, быть стабильней, быстрее. Ну и самое главное, стабильно не ломаться. Потому что у меня конец этого сезона вышел что-то прямо одно на другом. Мелочи, но задолбали. Вот сегодня, кстати, ролик выйдет. Вот пацаны будут хоть знать, какой день мы это снимали. В общем, всем спасибо, всем пока. Что не так? Частная территория, вызывайте милицию, давайте ругаться по полной. Я даже время на вас тратить не буду. Вы подходите, нарушаете мои права, гражданина Российской Федерации. Вы нарушаете Конституцию, впариваете какую-то ерунду. Частная территория где? На площадке, где нет у нас ни шлагбаумов, ни надписи «частная территория», ничего, под открытым небом. Вы серьезно? Давайте не портить настроение, нервы друг другу. Если что-то не нравится, наряд милиции, они вам объяснят, где вы не правы, а я в это время займусь своим делом. На этом спасибо большое. Дальше только с милицией. Все.